Европейский суд в Люксембурге признал недействительной систему беспрепятственного обмена персональными данными между пользователями Соединенных Штатов и Евросоюза. Иск поступил от австрийского студента, который обвинил Facebook в нарушении неприкосновенности своей информации. В течение двух-трех лет Еврокомиссия лишь наблюдала, не пытаясь обезопасить систему так называемой безопасной гавани, сказал Максимилиан Шрэмс. Решение по моему иску выявило множество проблем, которые нужно исправить. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден изобличил спецслужбы в получении доступа к личным данным, которые хранятся на серверах в Соединенных Штатах. В Америке предписания в отношении конфиденциальной информации менее строгие, чем в Европе. Мы дадим четкие указания национальным органам, защищающим данные, о том, как отвечать на запросы о передаче таких данных в Соединенные Штаты, обещал первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. В этой сфере гражданам нужно обеспечить безопасность, а бизнесу правовую определенность. Сначала Шрэмс обратился в Верховный суд Ирландии, где находится европейский филиал Facebook. Затем студент инициировал коллективный иск против интернет-концерна за нарушение законодательства о защите личных данных, который поддержало 25 тысяч пользователей. В конце концов, дело оказалось высшей судебной инстанцией ЕС. Либеральный депутат Европарламента из Нидерландов призывает не ограничивать технологический прогресс, исправляя безопасную гавань. Имеется риск, что компании будут теперь хранить свою информацию только в Европе, и в ней будет построен забор вокруг интернета и облачных хранилищ, сказала София Интвельд. Но мы хотим инноваций, хотим, чтобы паутина была всемирной, а это может произойти только если мы будем знать, что наши данные в безопасности. Помимо Facebook, в рамках соглашения информацией обменивались более 4 тысяч компаний, включая Google, Amazon, IBM и Ericsson. Продолжение следует...